Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Мы на программе «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Я воодушевлен, впечатлен, благословен вместе с вами, благословен Господом. Александр Блинов снова вместе с нами в эфире. Александр, приветствую. 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 Рад видеть тебя. Доброе утро. Отдохнувши. Мы отдохнувши, свежи. Или добрый вечер, или доброе утро. Но в начале нашего открытого эфира мы поговорим об этом, друзья. Я более чем уверен, что нет тех из вас, кто принимает этот сигнал, этот звук на расстоянии этого голоса и сигнала. Вся мировая пресса, все мировые лидеры без исключения говорят о том, что в Америке произошло невероятное чудо. Если кто-то из вас пробегал утром периодику или где-то на своих гаджетах следил, о чем говорят мировые новости, без исключения каждый из них, каждый из новостных блоков на всех передовых полосах говорится о том, что в Америке произошло нечто невероятное. То есть они называют это снохшибательное, это называется сокрушительное. То есть такие эпитеты, которые применяли и применяют сегодня, и применяли вчера, Америка не наблюдала на протяжении последних почти 100 лет. Почему? Был избран новоиспеченный президент Америки. Elected President. И Америка голосует каждые 4 года. Особого ажиотажа это не вызывает. Чуть-чуть был ажиотаж, когда 8 лет назад Америка избрала чернокожего президента. Это также был исторический момент, нечто такое необычное в истории Америки. Почему? Потому что права меньшинств, как мы говорим, афроамериканцев, они были услышаны, они были увидены. И водрузили чернокожего американца. Но, но, но. Ни в какое сравнение с тем, что происходило на выборах на протяжении последних, говорят, 100 лет. То есть это было событие века. Это поистине событие века. Почему? Потому что все шло против того, чтобы этот человек возглавил страну. Все шло против того. Все медиаресурсы, все медиаканалы, все, включая даже те прореспубликанские каналы и медиаресурсы, которые все-таки стояли в основном за кандидата республиканской партии. И то ряд из них, даже и факс-ньюс, ряд из ведущих факс-ньюс, они были против своего же кандидата. Почему? Он не вписывался ни в какие рамки. Он был вне всякого влияния Вашингтона. Плюс к этому он был не политической фигурой. И третье, он был очень спорной фигурой. То есть все, что он делал на протяжении своей карьеры как бизнес-дельца, оно говорило о том, что там очень много спорного, очень много такого подозрительного. И последнее, то, что ему 70 лет. Никто практически не выдвигал свою кандидатуру, очень мало выдвигали свою кандидатуру после 70-ти. И тем более, никто еще не был elected president, то есть в 70 лет. То есть и все. Но все бы это не так драматически звучало в моих устах, если бы не одно существенное, очень существенное но. Америка шла уже к тому, и это очень многие видели. По крайней мере, проевангельские христиане, служители мирового масштаба, они видели, к чему президент Обама привел Америку. Были разрушены основания семьи. Было легализовано нечестие, так называемый, садомский грех, гомосексуалистов и лесбиянок. Мало того, что им разрешили, ну как разрешили, легализовали их, внесли законоположение, что они могут сосуществовать в обществе, как нормальные граждане, как и все, так еще соединили их вместе и сделали их союзом, как мужчина и женщина. Это уже было большое нечестие в глазах божьих. И, друзья, когда было воззвание, даже из эфира «Импакта», очень много было, последний месяц особенно мы обращались, разные служители, англоязычные, русскоязычные, служители различного ранка, ведущие наши, мы говорили о том, сделали воззвание, чтобы мы начали молиться, что мы пришли уже к той черте, переступив которую, Америка просто пойдет в разнос. То, что мы видим на протяжении последних восьми лет. Разрушены все основания. Изобилует грех, процветает грех. На всех уровнях, начиная от Белого дома, оканчивая моего дома. Ну, не моего, я обобщаю. И когда было воззвание служителей, что мы должны возвысить свой голос, это было явно от Господа. Мы даже не о политике сегодня говорим, потому что мы далеки от политики. И мы говорим о той основной составляющей, духовной составляющей, имея которую, этот стержень, имея которую, мы можем все-таки влиять, как христиане, как те, на которых Бог возложил ответственность за гражданское общество. Мы можем влиять, как христиане. Потому что нам открыто, Аллах, с тобой. Почему мы столь категоричны, даже в наших воззваниях мы были столь категоричны, чтобы поощрять наших людей, все-таки голосовать за кандидата проевангельского. Почему? Почему мы это делали? Разве мы не должны стоять подальше от политики? Должны. Но нам открыто намного больше, чем очень многим людям, которые не знают, куда они идут. Мы знаем последствия по Писанию, мы знаем последствия и пагубы, которым ведет грех. И богоотступничество мы знаем, мы знаем через историю всех веков, всех поколений, всех народов и народностей. История повторяется. История повторяется. И мы, как глашатые, которые стоят на стене, или те трубачи, которые имеют трубу в устах, мы приложили эту и прикладываем эту трубу. То, что мы делаем через это служение, как импакт. И мы говорим, что если народ не остановится, если народ не смирится, если народ не покается, будет то, что было, и мы показываем исторические факты, события, историческую действительность, которая имела место при богоотступничестве в рамках израильского, богом помазанного народа, которые отступали. Поэтому мы имеем познание относительно исторических событий. А, к сожалению, либеральная школа в Америке и в других странах, к сожалению, и в Европе, она не учит библейской истории. Она не учит. Она не говорит, детки, посмотрите, вы видите, что было с израильским народом? Почему? Промытые мозги профессуры, они далеки от Бога. И наш ребенок попадает в стены университета, колледжа, любого учебного заведения, попадает христианином. И 70% по статистике выходит оттуда. Или, если они ярко выраженные безбожники, так полностью они выходят с мыслью и сомнением от того, есть ли Бог и правдива ли Библия. Вы представляете, что делает профессура? Вы представляете? Поэтому они не учат, не говорят, не показывают образец и не говорят, «Слушайте, вот эта платформа, вот этот фундамент, и здесь черным по белому написано, что если мы будем так жить, так поступать, мы идем по наклону». Они не говорят об этом. Они не говорят. Они говорят о том, что мы живем в раскрепощенном демократическом обществе. И никто не имеет права тебе указывать, как тебе жить. Ты свободный человек, свободолюбивый человек. Ты принимаешь решение, с кем жить, как жить, что жить, что делать. И свободолюбивая Америка, она не имеет права. Это законом защищено. А если тебе кто-то говорит, как тебе жить, значит, значит, что? Это неправильно. Это неправильно. Значит, это неправильно. Это должно преследоваться по закону. Потому что никто не имеет права навязать, набросить тебе свое мнение. Ты личность и все, что с этим связано. Поэтому, друзья, видите, и когда мы приложили трубу куста. Спасибо вам, друзья, что вы молились. Искренное спасибо. Я, Аллах, знаю, насколько коленопреклоненно молились старшие люди. И даже мои родители, которые также голосовали. Но самый основной голос, это не то, что они поехали, отметили, за кого голосовать. Голос был услышан на высотах неба. Потому что очень искренно. И когда Дженсен Франклин обратился к нации через импакт, неоднократно обращался на русском языке, в переводе, для того, чтобы народ взыскал Господа, для того, чтобы народ взыскал его лицо, для того, чтобы народ начал искренно молиться. Говорил о том, что Америка идет по наклонной своей. Что Америка подошла к той черте, переступив которую, назад будет очень тяжелое возвращение. И если оно будет возвращение, оно будет возвращение через слезы и кровь. И поэтому Господь услышал вопль народа. И за это мы благодарны Господу. Мы искренне благодарны Господу. Александр, мы не получили бочку меда. В лице Дональда Трампа мы не получили бочку меда. То есть это не сладкий сироп на блюдечке. Вот, наконец-то, праведник появился в Белом доме. Нет. Но сама платформа, предвыборная платформа, выборная платформа, и та команду, которую он собрал около себя, в лице вице-президента, вновь избранного, это благочестивый, это христианин евангельского направления. Это евангельский христианин, evangelical Christian. И не скрывал своих убеждений, никогда он не скрывал. И мы видим, особенно когда прочитал в своей предвыборной кампании, Дональд Трамп прочитал те судьи, которых он будет выдвигать на позиции Верховного суда, евангельские христиане, мы, мы, мы сразу, для нас это был знак того, за кого мы должны голосовать. Что за эту платформу, за этих судей, которые будут судить, мы должны отдать свой голос. И мы будем молиться. И евангельские христиане вчера вечером проговорили, проговорили, это был голос евангельских христиан. И поэтому за это мы благодарны Господу. Ты знаешь, и утром в беседе с тобой очень интересное место пришло, просто потрясающее место пришло тебе. И я хочу прям озвучить это место. Написано о Равааме. И когда он смирился, и когда он смирился, когда Господь поставил, когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. И здесь запятая. Это второе паралипоменон 12.12. Второе паралипоменон 12.12. Притом и в Иудее было нечто доброе. Вот представьте себе. И когда он смирился, за Раваама написано, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее, а он был царем иудейским, а в то время и Равам был царем израильским. Это было разделение. Вы помните после Соломона. Притом и в Иудее было нечто доброе. Господь в Америке, Господь в обществе еще нашел нечто доброе. Я получаю такими восклицательными знаками, смс от моей жены, большими. Она говорит, Господь еще, слава Богу, аллилуйя, Господь еще не окончил с Америки. Действительно, действительно. И поэтому, друзья, причина для того, чтобы, во-первых, поблагодарить Господа, прославить его святое имя. Это самое основное. Поблагодарить Господа, что Господь еще не окончил с Америкой. Все шло к тому, все шло к тому. Огромный процент общества был настроен к тому, чтобы еще больше узаконить, больше дать право гомосексуалистам и лесбиянкам. Все шло к тому. Плюс выделять еще больше средств на аборты. Все шло к тому. И когда Хилари Клинтон, либеральный кандидат, когда она в последних своих речах, она открыто говорила, что я должна закончить то, что начал президент Обама. И она об этом, когда начала говорить, я раз это услышал, второй раз услышал. Это такой болью отозвалось в моем сердце. И я начал скорбеть перед Господом. Искренне говорю, Господи, какой советник вложил в ее уста эти слова? Господи, неужели в пренебрежении, в нечестии будет поруганить Твое имя? Она говорит, я должна закончить то, что он начал. Я должна закончить то, что он начал. Вау! И, конечно, Господь увидел смирение народа. Почему? Второй не менее известный служитель – это сын известного Билли Грейма, Франклин Грейм. В 50 штатах Америки последние полгода, последние полгода, он в каждом, в каждой столице штата, во всех 50, он делал ралли на ступеньках Капитолии в каждом штате. На ступеньках он делал такие молитвенные собрания. То есть он ехал из каждого штата. Они были в Калифорнии, здесь, в Сакраменто. Они были в Сиатле, в Олимпии. Они были в Сейломе, в Орегоне. Они были в Вашингтон-Диссе. Они были в Нью-Йорке. Они были там, где заседает конгресс Соединенных Штатов. И он собирал людей. Собиралось 10 тысяч, 20 тысяч, 6 тысяч собиралось людей. 50 тысяч он собирал. И они молились. И они молились. И они молились. Это Фрэнклин Грейм. И Господь увидел смирение народа. Господь увидел, что дни благоденствия должны быть еще продлены. Если мой народ, который именуется моим именем, смирится передо мной, я помилую эту землю и исцелю ее. Так говорит Господь. То есть я помилую, я исцелю. И так как мы молились на протяжении последних месяцев, Господи, я об этом всегда молюсь. Мы всегда, когда молимся, Господи, пусть будут, пусть продлятся дни благоденствия для Твоего народа. Пусть дни празднуют и не торжествуют нечестивые. Пусть преобладает Твое святое, Твое истинное, Твое праведное, Твое живое. Пусть оно доминирует. То есть мы всегда об этом молимся. И это правильная молитва. Для чего? Для чего это Бог дает? Для того лишь, чтобы мы больше еще денег зарабатывали, строили новые дома, покупали новые машины, очередные канкуны посещали. Нет, конечно. Дни благоденствия Бог дает. Дабы весь спасение, благая весть о жизни вечной, о любящем Господе Иисусе Христе, о Его спасении, о Его крови, о Его кресте, чтобы она еще достигала многих людей. А в хороших условиях, в благоприятных условиях, в благословенных условиях, в мирных условиях, Господь хочет это делать в мирных условиях. Разве Он хочет видеть то, что происходит в Сирии, когда сотнями и тысячами детей погибает от рвущихся снарядов? Нет, конечно. Нет, конечно. Да, мы так устроены, что як тревога, то до Бога. К сожалению. Но Господь еще, Господь делает, Господь заинтересован делать это, и хочет делать это без крови, без крови, без смертей. Господь хочет. Это же Бог гармонии. Это работа дьявола. Украсть, убить и погубить. А работа Духа Святого, Божья работа, пришел взыскать и спасти. Погибшая. 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 Совершенно верналась. Да. Мы призваны, чтобы влиять на это общество. Правильно? Мы же... Или на нас может общество влиять, как вы говорите, там, либеральное общество, да? Оно может на нас влиять, но мы можем также влиять и на общество, если у нас правильное основание, если мы ходим с Богом. Потому что если Он в нас, и если мы ходим в послушании с Ним, Он будет влиять. Сам Господь будет через нас влиять. Но если мы не с Ним, то на нас будут влиять. Тогда мы будем, ну, ломаться под этим обществом, которое нас окружает. И будьте тогда, как написано, худое сообщество разращает добрые нравы. Так может и случиться. Но в первую очередь я верю, что Бог призвал нас в общение с Сыном Своим, говорит Пироградфянам, для того, чтобы, пребывая в этом общении, влиять, влиять на окружающий нас мир. Тем более Христос говорил, что «вы свет миру». Свет, он вытесняет тьму, правильно же? Свет тьму вытесняет. Написано, что и тьма не объяла его. Она, и тьма не может задушить свет. Свет вытесняет тьму. Говорит, что «вы соль миру». Хочешь, не хочешь, но соль, она делает свое действие. Она вызывает у человека жажду. Жажду по Богу. Если мы истинно соль, если не та соль, которая силу потеряла, но если истинно соль, наше само присутствие в обществе будет делать какую-то реакцию. Будет. Будь то я на своем маленьком уровне, будь то кто-то на большом, Богом поставленном уровне, как вот Даниил, книги пророка Даниила. Помните, да? Ну, серьезный муж Божий, о нем даже подметила жена Валтасара, что в нем высокий дух. Высокий дух. Высокий дух. Это подметили люди мира того, что они с ним считались. И Даниил себя вел достойно, потому что в нем был Дух Божий. Они об этом тоже говорили, что в нем Дух Божий. То кто-то призван на таком уровне влиять, кто-то призван на таком уровне влиять, на более таком, ну, может, домашнем, там где-то между соседями, на работе, где работают. Но все мы сливаясь в одну гармонию, мы влияем, как тело Христово. И если, когда Бог заберет свою церковь с этой земли, да, произойдет вознесение, то бедной будет эта земля. Бедной будет эта земля без церкви, без тела Христово. Когда удерживающий теперь будет взят от земли, а это Дух Святой, тогда порвутся все эти связи, духовные, скрепляющие связи, то, что делает Дух Святой. Каким образом ты считаешь, вот ты сильную тему поднял, каким образом ты говоришь на частном уровне, на индивидуальном уровне влиять? Как это в твоей жизни происходит? В моей жизни? А можно я вначале... Пожалуйста. Даже нужно. Попробую со Слова Божьего вспомнить несколько примеров. Например, помните таких людей, как в Евангелии от Луки написано в первой главе написано о благочестивой семье Захария и жена его Елисавета. Елизавета. Елизавета. Елисавета, да. Написано, что они были праведны пред Богом, так говорят Божьи слова, и что Захария, он служил пред Богом, то есть люди благочестивые были. Это то, какую оценку дал Бог им, они были благочестивые, то, какую оценку дает Божье Слово. Написано также, что когда ангел явился Марии и говорил, что она родицына Иисуса, родицына Иисуса, и говорила, что вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной. И вот я как-то думал об этих словах, думаю, надо же, называемая неплодная, кто же ее так называл? Ее же называл не Бог так, значит, ее так называли люди, ее называли неплодной. Совершенно верно. Хотя само качество быть неплодной на основании, если читать закон Сверхого Завета, то видно, что это не благословение Божие, однозначно. И люди, если дали такую кличку человеку неплодная, неплодная, это не было каким-то таким восхищающим, таким вот. это была кличка, которая могла влиять на человека негативно, могла даже человека оттолкнуть от Бога, заставить обидеться даже на Бога. В депрессии. В депрессии какую-то, да. Но видно, что-то в жизни этих людей присутствовало, а конкретно присутствовал Господь и присутствовало Слово Божье, присутствовали Божьи обетования, наверное. И представьте, они же присутствовали до самой старости, они же уже были в преклонных летах, это же не то, что им было по 20-30 лет, до преклонных летах, и они все-таки оставались праведными пред Богом и служили пред Богом. Так, да? Получается, и пришел ангел, который, в принципе, и возвестил, а то и было радостной вести, что у них родится этот сын Иоанн, Креститель, который будет сильно влиять на общество. Опять же, хочу сказать, что и многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их, и придет пред Ним, перед Иисусом в духе Семилии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, непокоривым образ мыслей праведников, дабы предоставить Господу народ приготовленный. То есть, кому мы отдаем себя под влияние? Отдаем под влияние каким-то словам людей, которые нас окружают, их кличкам, или мы себя отдаем под влияние Господу, общению с Ним и Его Слову, которое нас вдохновляет, поднимает и к себе прижимает? Был такой человек, который вот сейчас хотел к нему обратиться. Аната. Это, мы, кстати, о нем вчера с вами вспоминали, Павел, Савву, Савву, помните? Человек, который, ну, он был фарисей из фарисеев, да? И на основании вот этого вот законнического такого положения он гнал учеников Иисуса Христа, он стоял против Иисуса Христа, гнал это учение, и еще написано, что Савву еще дышал угрозами и убийством на учеников, то есть, ну, жестокая позиция, жестокая позиция дышать угрозами и убийствами, чтобы искорнять это. Когда оно в дыхании, угрозы убийства, это уже, это трагедия. Это трагедия, да, это трагедия. Дошел до такой степени, что он уже шел в Дамаск, чтобы и там брать людей, брать христиан и влачить, и ввести в тюрьмы. Я сейчас вот вспомнил одно местописание тут в 20-х стихах, то есть в 20-х главах Деяния. Дайте мне секундочку наибитую. Ага, вот оно, 26-я глава Деяния. Он о себе пишет такие слова, говорит, в свидетельстве перед людьми, говорит, что же, правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Правда, и я думал, он так думал. Это я и делал в Иерусалиме, получил власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. То есть человек был такой, ну, агрессивно настроен против всего этого, и, конечно же, вокруг себя и общества. Это как террорист. По ходу дела. Вокруг себя и общество поднимал против всего этого. Он-то ведь по-любому на кого-то влиял в обществе своими идеями, своими мыслями против учения Иисуса Христа. Но интересно, когда он шел в Дамаск, вы все знаете, что там с ним произошло, Бог явился ему, Бог проговорил к нему, и он резко изменил свою позицию, он сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Бог дал ему повеление идти в Дамаск, и там будет сказано, что делать. И в тот момент, когда он пришел в Дамаск, и Бог подметил, когда Анания там олился перед Богом, Бог подметил Анания, говорит, что Псавл теперь молится. Потому что Анания начал противиться. Да, ну интересно, он теперь молится. Когда я вот это слово наткнулся, думал, Господи, а что же он делал со всеми своими религиозными убеждениями? Если ты час подметил, что он теперь молится. Только начал молиться. А он же прожил 30 лет. Что-то такого, да. Но Анания, он повелел Анании идти, чтобы возложить на него руки, и еще помолился, чтобы он прозрел Павел. Савл. И Анания воспротивился, помните, да? Говорит, Господи, этому ли человеку, о котором мы так наслышаны, о котором мы знаем, какое он влияние на общество указывает, и что он делает с обществом, с христианами. И интересно, тут сталкиваются две, как минимум, две точки зрения. Определение, опять, вчера мы говорили, определение мнения, да? Две точки зрения, Божье определение и человеческое, сложившееся мнение, на основании каких-то конкретных фактов. Да, и его мнение было правильным. Он видел того человека, что он творит в жизни по его делам. Но Божье определение, оно было другим. Так плюс к этому, даже вот беседа Анании с Богом, беседа Моисея с Богом, беседа Авраама с Богом, погубишь ли ты, мы утром сегодня беседовали на эту тему, Господи, погубишь ли ты, если там найдется 50? То есть, идет аргументация. Мне, мне это, знаешь, почему я настолько впечатлен вот такими беседами человека с Богом, это показывает, что если ты праведник, Господь готов выслушать твои аргументы. Господь не возразил же не Моисею, когда он говорит, да что же скажут окружающие народы, если ты погубишь этих людей? Да лучше меня погуби, но народ не губи. То есть, то есть, Господь ценит аргументами своих людей, своих праведников, своих мужей. Господь ценит. И Господь хочет, чтобы даже мы аргументировали. И Господь не давлеет на нас. Господь мог сказать Анании, Анания, ты можешь закрыть свои уста? Ты что, ты что, забыл, кто в доме хозяин? Но нет, Господь не делает. И когда Господь, написано даже в пророках, а ну-ка, Господь говорит, а ну-ка приведите ваши доказательства. Приходите и рассудим. И рассудим. И рассудим. Это говорит о том, что мы не имеем Бог не тиран. Не диктатор. Аллах мусульманский. Это тиран. Это диктатор. Аллах это как Сталин. Или как Ленин. Это Аллах. Но наш Бог не такой Бог. Бог есть любовь. И Он согласен принять твои аргументы. Он согласен беседовать с тобой. Он согласен говорить с тобой. Он согласен отвечать на твои вопросы. Он не требует безоговорочного, слепого подчинения. И вот это то, как я говорил, то, что меня впечатляет. Знаете, вот Евреям 8-9 глава. Там где-то там, где говорит Господь 8-9 глава. Или 9-9, что вот заключу Новый Завет с сынами. Помните, да? И вот меня там ну как-то накрыло такое потрясающее. Но для меня была есть это потрясающее. Я взял листик и записал и там и прикрыл себя. Там написано, что Иисус является ходатайом Нового Завета, который основан на лучших обетованиях. Меня эта истина задела. Думаю, Боже, какие лучшие обетования в Новом Завете? Он есть ходатай Нового Завета, который основан на лучших обетованиях. Я пошел все-таки туда. Это 8-я глава, 6-й стих. Но все первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях. И для меня высветились, я скажу для меня, как высветились, три таких замечательнейших Божьих обетования. Во-первых, что первое обетование сильнейшее, что Бог меня сделал своим сыном, всякого приходящего к нему, приходящего, возрожденного его духом, его словом, духом, делается сыном или дочерью Божьей. Это же Божье мощное обетование, это не делается каким-то непонятно кем, но это привилегия быть Божьим сыном и дочерью. Писание Евангелия от Матфея в 5-й, 6-й, 7-й главе Нагорной проповеди Иисуса Христа. Меня просто как-то тоже сильно коснулось то, что Иисус 16 раз во время этой Нагорной проповеди говорит такую фразу «Вас же Отец не встречаешь до 5-й главы Матфея нигде назад не пролистуешь все 900 этих страниц, такого нету, что во время одной проповеди 16 раз повторялась фраза «Твой же Отец Небесный, Ваш же Отец Небесный». И он говорит это людям, он говорит это всему народу, который его слушал там, а там его слушали разнообразные люди, и он к ним обращается «Ваш же Небесный Отец», как бы подталкивая людей, что Бог это не тот, от которого надо текать, от которого надо ну просто избегаться к встрече с ним, это тот любящий Небесный Отец, который достоин наших сердец, достоин нашего внимания, и который достоин того, чтобы мы стали его сыновьями и дочерями, мы стали, он достоин этого, и вот это самое первое сильное обетование, второе сильное обетование, которое высветилось, что он нас слышит, и он нам отвечает, когда мы молимся ему, и молимся по его воле, он не просто диктаторствует над нами, он слышит нас, и он нам отвечает, и третье обетование, которое просто тоже мощно светилось, это то, что Господь, он нам говорит, он не просто нам говорит, он хочет говорить с человеком, он говорит, говорит лично, говорит через слово, говорит через обстоятельства, по-разному, но сам факт, что говорит, и говорит так, что человек понимает, что к нему говорит Бог, и знаете, если кто-то ищет встречи с президентом, и считает это, мы, по-моему, вчера говорили, или позавчера, вы рассказывали такой факт, что многие люди ищут немногие. Много склонностей. Кто-то есть, кто покупает встречу с богатейшими людьми мира, и вот недавно какая-то там встреча продалась за 3,5 миллиона долларов. Чтобы два часа покушать с ним. Чтобы два часа покушать с ним, да, и послушать его, может, мудрости или чего-то. Да, ну, а тут, тут тот, который держит дыхание этого человека, если у него и есть Божья мудрость, то она только пришла от того, кто даятель всякой этой мудрости Божьей, да, от самого Бога, потому что всякий дар совершенный приходит от Бога, от Отцов Света. Он не от человека приходит, от Бога. Тут сам Бог, Он желает говорить человеком. Он говорит человеку. И у нас, как у детей Божьих, есть привилегия слышать его, слушать его, ну, принимать его слово в нашу жизнь. Это же воистину сильнейшие привилегии Божьи для детей Божьих. Это сильнейшее обетование Божьи для детей Божьих. Смотри, наше вероисповедание евангельское, это не слепое подчинение. Слепого подчинения требует дьявол, требует Аллах, ислам требует слепого подчинения. Вот ислам говорит, ты должен пойти и убить. И если ты сторонник и поклонник ислама, ты не имеешь права сказать, послушай, я не знаю, а зачем я должен это делать? Евангельское учение и последователи этого учения, я всегда люблю добавлять истинные последователи, не лжепоследователи, не какие-то пластмассовые последователи, не искусственные последователи, натуральные. Естественные, истинные последователи. Это не слепое подчинение. Мы не просто кивалово, знаешь, вот есть кивалово. Но мы учение, базируемое на общении. Вот как мы сидели с тобой кофе пили сегодня, и мы общаемся, или вчера. Общение. Подразумевает два открытых сердца. Подразумевает два открытых сердца. Вот это сильно сказано. Да, да. Продолжай, Алексей. И вот Павел Саввул сидит слепой, и он молится. И Бог заметил, что он молится. И Анания тоже молится и противоречит Господу. Говорит, Господи, Ты же знаешь, какой он человек. Что он натворил и что он делает. И Бог интересные слова говорит. Мнение Анании, я думаю, что у него ни одного такого было мнения. У множества людей, они просто плакали, стенали от этого человека, от Савва, от того, что он творил. Да и сам Савва говорил, что влачил, убивал. Может, кто-то из христиан и благословлял его за то, что он делал. Но сколько там сирот остался от того, что он их родителей посадил в тюрьмы, да, и давал голос на их убиение. А кто-то, может, и не бодрствовал, и проклинал этого человека Савва. Ну, все может быть в жизни происходить. Правильно? Ну, самый интересный факт, что Господь, в 15 стихе 9 главы говорит, ну, Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, царями и сынами израилевыми. Я читал это и думал, Господи, просто ты сильно удивительный, сильно удивительный. Там, где люди порой ставят точку, там, где люди порой просто, ну, на основании того, что они видят, и фактов, которые, да, реально, реальные факты, они уже ставят свое мнение как определение, что не надо, чтобы он куда-то делся, этот человек. Ты в силе, в своем определении просто взять и сделать из этого человека свой избранный сосуд, который просто будет потрясать на этой земле сердца многих людей для Господа, просто обращать их внимание, их к Богу. Да, и впоследствии, впоследствии, когда Бог обратил Савва, как-то мне следующее, когда его, в проповеди его коснулось его Слово. Он же, если я не ошибаюсь, где-то, может, лет 13 прошло между тем, когда Бог его коснулся и когда Дух Святой сказал отделить им на служение, которое я избрал, и он пошел проповедовать, да? Там написано 14 лет спустя. 14 лет, 14 лет. Ты правда. Спасибо. Да, и когда они вышли на служение, он в своей одной из первых проповедей, там, в миссионерских проповедей, он говорит такие слова. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя, а что воскресил его из мертвых, так, что он уже не обратится в тление. Астюм сказал так, я дам вам милости, обещанные Давиду, верно. Посему и в другом месте, говорит, не дашь святому тому видеть тление. Давид свое время послужив визволению Божию почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, то есть Иисуса, не увидел тление. Итак, да будет известно вам уже братья. И он возвещает очень важную истину. Что ради Него, ради Иисуса, возвещается вам прощение грехов. И во всем, во всем, в чем вы не могли оправдаться с законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Оправдывается Иисусом Христом всякий верующий. Я верю. Вот мне просто это, в моем личном искании, да, это ложится на сердце. То, что, чтобы дойти до такой вот истины и так ее, знаете, твердо провозглашать, что и все, чем человек не может оправдаться законом Моисеевым, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Иисусом. Им, всякий верующий. Павел пришел, потому что он сам прошел через это. Видать, 14 вот этих лет поисков, может, 10 лет, я не знаю, сколько он там копал, чтобы найти. И он же столкнулся с мнениями человеческими. Когда он пришел в Иерусалим, и от него все церкви, как бы, ну, люди в церкви, как бы от него отталкивались. Ну, они же видели, они же знали, кто он такой. Варнава только один заметивший, он посодействовал к тому, чтобы все-таки, ну, помочь Павлу и Савлу дальше двигаться. И войти все-таки в общество. И войти в апостольское избрание. Да, и войти в общество. Варнава в этом посодействовал. Да, Бог через Варнаву посодействовал. Но Савлу тоже пришлось, или Павлу пришлось отдойти до вот этой истины, что во всем, что он не мог, а продаться законом Моисеевым. И те слова, которые он говорил в 26-й, по-моему, в Лаве деянии, что он влачил, убивал, там, подавал свой голос. Я думаю, это не один раз в нем отображалось как боль. Что же я в своей жизни творил? Сколько же я боли принес? И когда выходит в какую-то церковь, там, в Иерусалиме, например, не суждено то, что, то есть, или, может быть, суждено было то, что он встречался с теми людьми, которым он когда-то сделал боль. Именно в каком-то ему надо было обетование все-таки стоять. Понятно, его простили. Но самочувство вины, по ходу дела, могло его давить. В нем же самому это чувство вины могло его раздавить. И тут вопрос, с чему он отдал себя влиянию? И он говорил, что я возвещаю вам благовестие, Евангелие, которое я научился не от человеков, а через откровение Иисуса Христа. Помните, в Галатах, первой главе, он отдал себя влиянию Божьему, влиянию Евангелия отдал себя. И если, когда он отдал себя влиянию Евангелия, потом и он смог влиять на других людей вокруг себя и привести многих людей к Иисусу Христу. То есть, Евангелие – это основа? Это основа. Это основа. И если мы в него верим, да, если мы за него хватаемся. Без Евангелия влияние, оно или слабо? Или не имеет смысла? Или не имеет смысла? Оно не имеет силы. Если мы ему не даем влиять на себя, если мы к нему закрыты. Я как-то песню такую, она мне нравится, слушал меня, если она на айпаде, «Чьим словам поверишь ты?» Я буду верить Слову Господа. И когда я ее слышал, ну не один раз, множество раз ушло, думал, «Чим же словам верю я?» Если хочешь жить, верь Божьему Слову, верь. И Божье Слово тебя поднимет там, где ты должен быть. Оно на тебя повлияет. Оно преобразит твою жизнь. Оно просто вырвет тебя из мнений людей. Там даже на него, о нем думал, благочестивый муж Анания. Благочестивый муж Анания. Этот человек праведный перед Господом был. И есть. Он праведный перед Господом Анания. Но все равно у него сложилась точка зрения. И Павлу, Савлу надо было прорваться сквозь все эти точки зрения. И это только можно искренне перед Господом, веря Божьему Слову. Веря Божьему Слову. Никогда не останешься в проигрыше, если базируешь сферу своих интересов, образ своих мышлей, формирование своего мировоззрения, область своего вращения, когда формируешь на Евангелии. Аминь. Ты никогда не проиграешь. И никогда не прогоришь. Никогда не прогоришь. Это та среда, это то место, пребывая в котором ты всегда остаешься в прибыли. Кто-то сказал, что познание истины, это не просто слушать истину, и не просто читать эту истину, а именно практиковать ее в своей жизни. Если она говорит так, и кидает вызов мне, сделай шаг, просто послушайся ее, эту истину, и произойдет познание. И произойдет плод. Плод познания произойдет. Что-то произойдет в жизни, но это будет только тогда, когда я что-то делаю. Либо в вере, либо в послушание. А по-любому, если я верю, то я делаю. Если я верю, то я делаю. Если я не верю, то я не делаю. Я когда-то... Можно из своей жизни? Когда-то был момент в моей жизни... У нас есть еще минуты? Да, конечно. 5-10. Когда я глупо, очень сильно глупо уходил от Бога. Был момент, когда он меня коснулся. Это было лет 21 год. И это было... Он мощно прикоснулся. Я сильно загорелся и двигался в его направлении. Так что даже удивлялся на второй день сам от себя. Думал, Боже, как это так может быть? Когда ничего общего с молитвой... То есть... Это какое-то чужое тебе молиться. Как бы молитва — это время. А тут одно твое прикосновение, твое просто мощное присутствие, то, что ты понимаешь, это он прикоснулся. И тут в этот же день ты просто не можешь оторваться от молитвы. Тебе хочется ему молиться. Как будто он ожил. Не как будто бы, а ожил. Да, это было 21 год или 22. И через время в меру своих ошибок то, что не искал такого живого общения с Богом, а больше так на ура и на каких-то парах там двигался. И в меру в силу обстоятельств, которые сложились вокруг подкосившие, а они, как правило, приходят. Тем более, если мы не строим своего... Не продолжаем углублять, чтобы построить свой дом на камне, себя на камне, на Божьем слове, в общении с Иисусом, то в меру этих двух моментов я начал ожесточаться и просто пошла трещина между мной и Богом. Просто стал уходить от Него. И это длилось годами. Это такое ожесточение. Может, лет 5-6 шло. И вплоть до 2008 года. Даже были такие глупости в жизни. Когда я от Него удалялся, от Бога, конечно же, там пришел грех в жизнь. Там, где ты начинаешь черное называть белым. То есть тебе надо как-то себя же оправдывать, что ты делаешь черное. Тебе надо искать себе внутри оправдание, почему ты его делаешь. Потому что ты сам себя обмануть не можешь. То есть ты ищешь, ты просто заставляешь себя поверить в ложь. Ну, я какое оправдание или какое объяснение я тому нахожу, что я не находил себе сил просто противостоять этому греху. И когда двигался в этом направлении, даже начал в мою жизнь страх приходить. Страх перед будущностью, страх даже перед тьмой, перед темнотой. И он начал усугубляться. То есть углубляться, углубляться. И были один сон, даже такой интересный, ну, жуткий, снился продолжительно, может, я не знаю, сколько раз, ну, много. Ни один, ни два, ни три, ни четыре раза. Продолжительно. Сейчас, взираясь назад, я понимаю, это была Божья милость. И сигналы Бога, как вот сос. Помните такой сигнал сос? Да. Помогите. Да. Но я его не подавал. И лично я не подавал. Кто-то обо мне, Бог его обо мне подавал Богу. Или Дух Святой ходатайся обо мне Богу. Или кто-то там еще родители, которые молились. Да. И получается, мне сон снился, как будто бы вот, это при всем том, что когда-то Бог коснулся. И потом произошел момент отворота, ухода от Бога. На протяжении 5-6 лет солнце снился, что я бегу в направлении от Бога. Я не видел Бога во сне, но я просто понимал, я бегу не в том направлении. И вокруг такое все мрачное. И просто бегу в направлении от Бога, добегаю до какой-то пропасти. И я падаю в эту пропасть. Потому что, ну, когда ты бежишь, ты же не думаешь, там пропасть, не пропасть. То есть просто падаю. И я лечу. Я понимаю, что, ну, я ни с каким дном не сталкиваюсь. Я как в бездну просто лечу вниз. И во время моего полета вниз, это все во сне было, во мне затаивался даже дыхание. Знаете, когда продолжительно долго падаю, так. Это я однажды испытывал на американских горках вот таких, когда, хух, и тебя вниз так резко опускают, а там дыхание. Что-то подобное, вот что-то во сне происходило. Когда просто захватываю дыхание, и тут я открываю глаза, и просыпаюсь на своей кровати, и просто думаю, вау, классно, что я на земле, я никуда не умер, что это мне снится. И этот сон мне снился, ну, много раз снился. Один и тот же сон. Что не в том направлении двигался, и я просто сам себя пытался успокоить, забыть, выкинуть это из головы. Но параллельно с этим иногда приходили такие вот мысли, я верю, что они от Бога приходили. Периодически. Если ты завтра умрешь, куда ты пойдешь? Я знал ответ на этот вопрос, но я не хотел этот вопрос отвечать. Я просто вставал и уходил куда-то в общество, чтобы с кем-то разведить эти вот мысли. Потому что они мне не нравились, беспокоили. Потом, ну, один из таких моментов было интересных, что Бог говорил, опять же, когда где-то вот оставался я один на один, было несколько раз, когда вот я конкретно слышал его голос, когда он говорил, я же тебя призвал, почему же ты ничего не делаешь? И я понимал, что он обращается. И в своем ожесточении я просто, ну, грубил. Заглушал это все. Даже доходило это однажды до такого безумия. Я это не с хвостостом вспоминаю, а просто хочу подчеркнуть тут Божью милость. Божью милость и человеческое жестокосердие, до чего оно может докатиться. Но Божью милость, которая покрывает это жестокосердие, желая, чтобы никто не погиб из людей, но все люди были спасены. Потому что Бог не лицеприятен. Он не ко мне только одному это оказал лицеприятие. А ко всем людям на этой земле я верю, что он оказывает эту любовь, эту же любовь и милость он оказывает. Я говорил такие грубые слова, что, знаешь, Бог, я так грубо и обращался, ты говоришь, что ты сотворил человека со свободной волей. Где же моя свободная воля? Я не хочу быть ни с дьяволом, ни со злом, я не хочу быть с тобой, я хочу быть сам по себе на небитаемом острове, там, где просто вечно тепло, и среди теплого океана, всю вечность, все. Это была конкретнейшая моя глупость, которую я говорил, но я удивляюсь, что Бог в своей милости, Он все равно помиловал меня. И наступил... Во-первых, Он терпел и долго терпел. Эти все удары по Его лицу, это же были удары, фактически это были удары. Чем это... Что тут грубее? То, что римские воины забивали гвозди в его руки или мои тупые, грубые слова в его адресе? Вполне реально, что мои слова даже наносили ему еще большего удара, потому что когда-то же он коснулся, лет 5-6 до этого назад он ведь коснулся, и я же горел к нему любовью. И много так рассказывал о том, что надо людям встречать с Богом, и это было в моей жизни. И он ждал. Я вижу, что он ждал момента, где я просто сдуюсь, где я просто... Капитулируешь. Где я иссякну, просто закончится вам это все пылание. И произошел такой день один, представляете? Я даже на собрание особо не хотел ходить, и среди недели я пытался заработать подольше, чтобы прийти в часов 7 домой, чтобы все, ну как, оправдание. Я занятый. А в воскресенье, если я ходил на собрание, то я, ну я ходил на собрание по воскресеньям, и я просто это делал, потому что туда надо было идти. И просто 2 часа заканчивалось, и оттуда уходил, потому что все, фу, закончилось это время. И вот наступил день 2008 года, когда я уже думал, что надоело это все, надоело. Что-то оно все не то. Не удовлетворяет то, что оно есть. Я помню, я прихожу домой, у нас в этот момент уже появилась христианское телевидение. Да, я спускаюсь в бейсмент и включаю телевизор. Это был август 2008 года. И там зажигается телеканал, это слава Богу, это слава Богу, зажигается канал Импакт. Я особо с этим не был знаком, со всем этими каналами, ни с вами, ни... И на канале я увидел передачу и там проповедовал Джойс Майер. По-моему, это было 5 часов вечера, или 5, или что-то. Да, 5 с чем-то, да. Да, Джойс Майер. И я смотрю, и женщина проповедует. И во мне такие эмоции, вау, ну, знаете, сам я от Бога убегаю конкретно, смотря на все это, думаю, вау, женщина проповедует, куда этот мир катится. Да, извините, что я так откровенничаю, и мы еще и в эфире. Да, и вот я вдруг слышу такой дерзкий голос с этой стороны. Голос дьявола. Что ты посмотри, это же женщина, и ты понимаешь, что она какая-то неправильная. Это я мягко еще говорю, по сравнению с тем, что я слышал. Она неправильная. И те, кто ее слушает, тоже они неправильные. И я остановился, думаю, вау, боже, куда этот мир весь катится. Мне так захотелось чего-то другого, ну, божьего услышать. Ну, приплыл, пришел к концу своей дороги. И тут я такое слышу дерзкое. И вдруг мой услуг заострился, что она проповедовала о Духе Святом, и об Иисусе, и еще уловил мой слух об отношениях с Ним, об общении. И я подумал просто, Боже, реально, я не сказал Боже, я подумал, что, ну, не может быть человек такой плохой говорить такие интересные вещи. Это что-то неправильное. Мне надо сесть и послушать. Я уселся на диван перед этим телевизором и начал было ее слушать. И в тот момент я услышал с этой стороны Божий голос. Я ее перестал слышать, эту женщину. И этот Божий голос мне говорил, ну, я услышал такие слова, вот смотри, в жизни твоей все есть. Я ответил, да, Господи, есть. У тебя есть семья, которая тебя любит? Я сказал, да, Господи, есть. У тебя есть очень хороший и уютный дом? Я сказал, да, Господи, есть. У тебя, хотя есть и долги в жизни, но у тебя есть работа, хорошая работа, которая тебе позволяет выплачивать эти долги и жить дальше. Я сказал, да, Господи, есть. у тебя есть полный холодильник еды, я на тот момент был, ну, точнее, да, и вот, говорю, да, Господи, есть, есть полный холодильник еды, но следующая фраза прозвучала, ну, ты пуст, ты реально пуст, у тебя нету чего, того, чего ты мог бы дать своим близким, своей семье, своим окружающим людям, кроме денег, которых ты зарабатываешь, и, знаете, я согласился, сказал, да, Господи, я реально пуст, я чувствовал себя, как будто я подошел к углу в своей жизни, дальше отступать некуда, и у меня только два варианта, или просто признать тьму за свет и сказать, мне не надо это ничего слушать, я в упорстве с твоем делаю шаг и качусь дальше, куда я катился, или же я останавливаюсь и признаюсь перед Богом, что да, Господи, мне что-то надо в жизни менять, я устал от всего этого, и я говорю, Боже, я реально устал, я реально пуст, я это все понимаю, что мне делать, и тут я перестаю это слышать, и я вижу Джейс Мэйер, я продолжаю видеть ее, как она с экрана телевизора тыкает парцем, я не нашел этой проповеди, я заказал проповедение кучу где-то, 60 с лишним проповедей, все пересмотрел, и это не нашел, не знаю, может, это было только для меня, это было видно, я не знаю, не могу на это дать ответ, но помню точно, что она тыкнула пальцем с экрана телевизора, импакта, кстати, и сказала следующие слова, у меня на тот момент была масса вопросов в моей голове, где Божья справедливость, почему он такой, почему такой, он, наверное, несправедливый, я, ну, куча претензий к Богу вообще и в жизни, и вот она, показывая пальцем с экрана телевизора, говорит такие слова, вот ты там сидишь на диване и задаешься массой вопросов, у тебя очень много вопросов в твоей жизни, на которые ты ищешь ответа, и не можешь найти ответа, и это был я, на самом деле я, и она говорит, что у тебя есть два выхода, которых я тебе сейчас скажу, ты можешь продолжать искать ответ на свои вопросы, и ты, я тебе гарантирую, что ты проживешь до 82 лет, и ты не найдешь ответа на свои вопросы, ну, ты умрешь при этом возрасте, умрешь с головной болью, потому что ты не найдешь эти ответы на свои вопросы, но там будет один большой вопрос при смерти, куда ты пойдешь, туда или туда, это будет один самый здоровый вопрос, на который, ну, тебе желательно найти ответ, и второй, и второй вариант, который она сказала, это, а второй выход для тебя прост, просто приди к своему Богу, просто приди к Иисусу Христу и скажи, Господи, я где-то потерялся, я не знаю, где я оделся, найди меня, пожалуйста, я устал так жить, и я такой сидел, смотрел, думал, Боже, вау, как вы сказали, неужели так все очень просто, я встал с этого кресла, перешел в офис, уселся вот так вот за стул свой на кресло, вот так вот, вот так вот уселся, но сердце мое, оно было, на коленях стояло, оно лежало перед Богом, и просто сказал, Господи, я реально заблудился, я не знаю, где я оказался, куда я попал, помоги мне, прости меня за то, что я вот так вот от тебя просто глупо убегал, найди меня, просто спаси меня, сделай что-то в моей жизни, я не хочу так больше жить, и вы представляете, он в тот момент, именно в тот момент меня коснулся, опять, я не знаю, это было перерождение или перезажигание, но знаю, внутри было пусто, но в тот момент вдруг что-то загорелось, просто внутри загорелось, и ты понимаешь, как в слове написано, был мертвый, я жил, это было мгновение, просто ты понимаешь, был сухой, и тут раз, и внутри тебя ожило, что-то зажило, потекли слезы, потекли слезы, стало так тепло реально, и сбоку лежала Библия, я не знаю, я ее положил, или Бог ее предвидел и положил каким-то образом, но я это Слово Божие подвинул к себе, и просто вот так вот раскрыл, вот так вот раскрыл, как оно раскрылось, и оттуда вам выскочили, ну как не выскочили, а просто как бы вот так вот поднялись слова передо мной, которые говорили следующее, если не примешь Слово Моего как дитя, в Царство Мое не войдешь, и я понял, принять Слово как дитя, это просто, непринужденно, просто согласиться с Божьим Словом, веря и доверя Ему, понимая, что Он Бог, Он Бог, и Он знает лучше меня. Потрясающе! И что было дальше, мы продолжим сегодня вечером. Алекс, Алекс Блинов был с нами, Алексей, я сердечно благодарен тебе, сердечно, искренне благодарен за твое открытое сердце, а я верю и знаю, в духе чувствую, это было сказано для очень многих, может те, которые находятся в том положении, в котором ты был, но милость его, но его любовь, это то, что оно настолько близко для человека, оно настолько рядом с нами, его милость, его любовь, его прощение, которое покрывает нас, поэтому, друзья, огромное спасибо, Алекс, еще раз. Слава Богу! Спасибо, друзья, что вы были с нами на «Импакте». Оставайтесь с нами на «Импакте», будут интересные беседы. Также с участием моего друга Алекса Блинова. Будьте благословенны! Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!